Продолжение следует... Это точно совершенно, потому что сейчас уже этого ничего делать нельзя. Остается какая-то агентура местная, потому что люди все-таки... Мне кажется, что люди до сих пор даже там ездили. То есть там такого полного закрытия границы не было даже во время войны. У меня такое впечатление создалось из впечатлений тех украинцев, с которыми я общался. С россиянами я, естественно, не могу получить таких сведений. Ну, вроде украинцы говорили, что даже после 1922 года, ну, не во время вот тогда, когда наступление шло, а вот тогда, когда россияне отошли, и вроде все стабилизировалось, ну, там бомбили, но, по-моему, контакты оставались еще какие-то. То есть люди все-таки через границу ездили. И то есть в любом случае у разведки Погранбург и у разведки ГРУ западного военного округа, естественно, была какая-то агентура. Плюс у них здесь агентура еще ведь разведка осуществляется не только через агентуру, но она еще и техническими средствами, то есть беспилотниками, аэрофотосъемка, космическая съемка и так далее, прослушивание эфира. То есть на самом деле есть много-много всяких возможностей узнать, что происходит по ту сторону границы. И мне кажется, что на самом деле они знали о том, что чего-то там какое-то движение есть. Другое дело, что они попали, по-моему, в ловушку, вот у меня создается впечатление, что они попали в ловушку РДК, потому что РДК приучила Российскую Федерацию, что они устраивают какие-то вылазки. Это было в Брянской области, это было в Курской области, это было в Белгородской области. И вот эти приграничные разведчики и контрразведчики, они, ну, в общем, привыкли к тому, что вот есть какая-то такая военная структура русская, которая воюет вместе с украинцами, которая время от времени пытается пересечь границу, устроить какую-то бузу вокруг границы и затем вернуться, побыть некоторое время, если удастся, а если не удастся, то вернуться на территорию Украины. И вот мне кажется, что когда Украина начала это самое наступление, то они сами себя дезинформировали россияне, российская контрразведка, погранцы и ФСБ, потому что я думаю, что они сначала доложили, что есть какая-то диверсионная группа, разведенная диверсионная группа, скорее всего, РДГ, которая, значит, пытается там пересечь границу, потому что ведь там же получилось как еще, почему это стало возможно. Украинцы пусть запустили очень много беспилотников и РЭБа, и они практически ослепили, оглушили российскую разведку. То есть даже если кто-то там что-то видел, передать это уже не было возможности, потому что не работала связь, просто тупо не работала связь. И поэтому понять, что там происходит, в общем, они с российской стороны не стали соображать, стали соображать только где-то там на вторые сутки. То есть целые сутки или, может быть, даже двое суток они упустили, то есть они не очень понимали вообще, что там происходит. И даже есть запущена версия, запущена версия о том, что якобы российская военная разведка прекрасно знала, что украинцы собираются нападать. И что она не просто знала, но она и доложила это якобы начальнику генерального штаба товарищу Герасимову. То есть по команде ГРУ встроена в структуру генштаба. Если ГРУ получил информацию, то начальник ГРУ рапортует Герасимову, начальнику генштаба, что вот есть такая там вероятность того, что украинцы готовят какой-то прорыв, провокацию там и еще что-то. И якобы по этому, причем эта публикация прошла и по Z-каналам, а потом была озвучена каким-то американским средством массовой информации типа New York Times или Washington Post, ну какая-то такая серьезная газета, довольно серьезная. И что Герасимов неправильно отреагировал на это дело и сказал, что это все туфта, ерунда. И якобы Герасимов даже снял какие-то резервы из Курска для того, чтобы их перебросить либо в Белгород, либо на Восточный фронт еще дальше, значит, на Донбасс. Вот такая версия гуляет, вот эту версию мне кажется, что ее запустили сами ФСБшники, потому что они поняли, что они сами, в общем, проспали эту угрозу и Путин будет искать виновных, Путин искать будет тех, кто обкакался на этой истории. То, естественно, погранцы на первом месте, потому что они охраняют границу, вот, тем более все это очень смешно звучит сейчас, потому что я вот буквально вчера переслушал выступление Путина на заседании расширенной коллегии ФСБ. Это было четыре месяца тому назад, это было в марте месяце. И он там говорит, прям вот, ребят, если кто, вот наши слушатели, если вам интересно, если вы хотите, там, не верите мне на слово, поищите, прогуглите выступление Путина на коллегии, значит, есть такой ролик, то ли на Комсомольском. Он говорит, что против нас готовится провокация, да? Да, значит, он там выступает, и вот с седьмой по десятую минуту он говорит, что против нас готовятся провокации, но доблестные погранвойска пресекают эти провокации, зорко стоят на рубежах нашей Родины, наша граница неприступна. И, значит, вот три минуты рассказывает, какие замечательные, доблестные погранвойска. Вот сейчас, когда, если взять вот это выступление Путина, и с одной стороны, вот если взять нашу картинку, как у нас с вами, с одной стороны вы, с другой стороны я, то есть вот поставить это у Путина с этими словами, а с другой стороны пустить картинку, значит, этих пленных погранцов, значит, боев в Курске, там, и кадыровцев пленных и так далее, то получается очень смешная картинка, потому что Путин, особенно вот если пустить не просто аудио, не просто видеоряд, но еще и аудио Путина, то вот он там говорит, у нас все замечательно, мы вообще всех достанем, и вот этих предателей, и даже без срока давности будем их всех уничтожать, сажать там все как можно серьезно. Вот, и на самом деле, вот, вы знаете, у меня создалось впечатление, что сработал комплекс превосходства, то есть, грубо говоря, переоценил Путин свои способности, переоценил свои возможности, и недооценил, естественно, Украину, то есть это стандартный вариант, когда недооценивают противника. И самое главное другое, что Путин недооценил возможность того, что Украина, вооруженная западным оружием, решится нарушить государственную границу Российской Федерации и войти на российскую территорию. То есть, они исходили из чего? Что мы сами начали войну, мы задаем условия ведения этой войны, а Украина занимается только реактивным, значит, ответом на нашу политику, мы что-то делаем, украинцы реагируют, но сами они ничего придумать не умеют. И вот в этом заключалась самая большая ошибка и Российской Федерации, и такая же ошибка была у изгалитян 7 октября, когда им тоже рассказывали, что хамасовцы готовят атаку, это рассказывали люди, источники военной разведки вот там в Газе, вот, а сама разведка, даже сами генералы говорили, да брось его ерунда, это нам, это самое, у нас неприступная граница, у нас там автоматические пулеметы там и так далее, вот, а сам Натаняху говорил, да бросьте вы, хамас это вообще уже вполне себе управленческая структура, им не нужны никакие уже террористические акты, они просто крадут бабло миллиардами, значит, ООНовская, Европейская и наша, вот, и мы с ними теперь будем договариваться как бизнесмены с бизнесменами. Вот, и те, и другие попались на том, что недооценили уровень угрозы, переоценили собственную защищенность, и в результате это классическая ошибка в разведках, в работе разведки, и на самом деле, вы знаете, это классическая проблема, на самом деле, разведки в любой стране мира, потому что разведка не является исполнительным органом, она является только информирующим органом руководства, и она сама по себе никаких действий предпринимать не может, она просто информирует руководство и ждет санкции, если руководство дает санкцию на что-то, что-то сделает, то разведка будет делать, а если руководство говорит, все это ерунда, забудьте, то разведка, скрипя сердцем, говорит, ну ладно, мы, конечно, умнее, но наше руководство идиоты сидят, это, к этому нам не привыкать, значит, в очередной раз наша информация уходит в песок, уходит в урну или в софте. Возможно, разведка докладывала, что что-то там происходит, нам, что называется, трубить тревогу, говорить, что сейчас может быть какая-нибудь серьезная, как выразился Путин, широкомасштабная провокация, или лучше не расстраивать начальника, как его там называют часто. Правда, сейчас, говорят, появилась новая кличка у Путина за глазах – фараон. Вот фараона расстраивать или лучше не надо, можно нарваться на неприятности. Да, это естественно, я тоже убежден, что сейчас, кстати, гораздо все хуже, чем в советское время, потому что в советское время все-таки еще была какая-то идеология, все-таки еще играли в какие-то там игры, там, партия, коммунизм и так далее, хотя на словах, но все-таки игра эта шла. То есть ее, вот там, на даче за швырками все, конечно, были васями, а вот когда все садились в комитеты, они всем давали галстуки, и все они уже были представители своих ведомств на должностях. Вот, а сейчас немножко все по-другому, вот, больше того, у меня даже версия вот еще какая есть. Вы же понимаете, что последние три месяца Министерство обороны трясет, потому что ФСБ всех сажается в сезон Лефортова. Они, конечно, там, настоящие военные, им, конечно, плевать на этого Тимура Иванова, плевать им на Цаликова, которые, гражданские лица, которые просто с Шойгу пришли, но, тем не менее, эти гражданские лица позволили всем боевым генералам воровать точно так же, не по-маленькому. Они все наворовали миллиарды, у них у всех дачи огромные, у них у всех квартиры огромные, у них у всех фирмы какие-то там семейные и родственные. Вот, и по этому поводу многие из них сейчас очень сильно обижены на ФСБ. И посмотрите, это версия главная, которую я развиваю там последние 10 дней во всех своих интервью, о том, что генерал Герасимов, который является начальником СВО в зоне СВО, КУСК в зону СВО не входит. Там не стояли никакие войска, там стояло минимум войск. Там стояли погранвойска, там стояла Росгвардия, и там стояло очень немножко войск. И даже если грустная разведка узнала какую-нибудь такую штуку, то армейцы вполне возможно себе могли сказать, слушайте, а вот если украинцы попрут, то кто будет виноват? А виноват будут погранцы, которые их пропустили. Значит, ФСБ, значит, Бортников. А у них идет там сейчас разборка Патрушев, Чемезов, еще к тому, Ковальчуки, прочие там Ротенберги и прочие всякие там кланы. Вот, у них очень большая разборка идет с мая месяца, когда пересадки начались, когда начались эти самые увольнения, посадки и прочие всякие вещи. И я вообще не исключаю абсолютно, что грустная разведка, даже если у меня такой доклад был, что она это сделала специально. Они просто просчитали, на кого упадет, значит, карающий меч, если вдруг чего-то там выяснится. И когда выяснилось, что этот карающий меч все равно упадет на первых, на погранцов, которые ФСБшники, а дальше стоят кадыровцы Росгвардии, то есть Золотов, то генералы сказали себе, а какая проблема-то? Ну и пускай они и расхлебывают, нам-то чего. Потому что больше того, если начнется какая-то даже заваруха там с заходом на территорию Курской области, то они понимают, что украинские войска, конечно, не могут захватить всю Курскую область и, конечно, не могут дойти там до Москвы. Хотя на самом деле могут. Пригожий нам показал, что две бригады, если задаться целью, за двое суток могут вполне дойти до Москвы. Но они так говорят, что все равно к нам прибегут, все равно в конечном итоге всегда прибегают к нам. Вот даже смотрите, когда у вас какая-то там полицейская проблема внутри государства, то есть когда, грубо говоря, народ начинает бунтовать. То есть сначала его там сажают, потом начинает его ОМОН крутить и дубинками разбивать, а если ничего не делается, то кого зовут? Армию зовут. И тогда выкатывают танки, бронетранспортеры, и прямой наводкой, значит, там в Беслане бьют армейские части. То есть генералы себе сказали, мы все равно в любом случае не теряем ничего, а подставить товарищей – очень красная, классная вещь. И поэтому для меня это главная работа. Очень-очень возможный, на мой взгляд, вариант. Я готов сказать, что могу подписаться тоже под этой версией. И, кстати, смотрите, вполне вероятно, что Путин это понял и послал, можно сказать, обратно генералам черную метку. Назначил руководителем всей этой самой контртеррористической операции своего бывшего охранника Дюмина, да? Нет, но на самом деле здесь еще интереснее. Вы представляете, как должны любить после этого Путина, когда он ставит над ними, над военными генералами, над военачальниками, да, ставят чекиста? Вечный конфликт между армией и службой безопасности. Нет, на самом деле конфликт, безусловно, есть, но там конфликт еще тоньше. Потому что, смотрите, все вот, когда Герасимов просто под камеру врал Путину, что мы там всех уже убили, никаких проблем нету, на самом деле, опять же, вот это продолжение моей версии о том, что армия подставила ФСБ, и таким образом Герасимов просто снял с себя ответственность. Он сказал, во-первых, когда, мы же сами понимаем, что есть совещания закрытые, где никакой прессы не существует, и тогда на этих совещаниях время от времени, они даже на закрытых совещаниях друг к другу врут, и Путину врут. Но есть иногда совещания, которые вот Путин говорит, ладно, ребята, вот до сих пор вы мне там рассказывали ерунду всякую, давайте на чистоту, значит, что происходит? И вот тогда могут рассказать, например, на чистоту. Но на камеру это никогда не делается. И поэтому вы видели, как Путин оборвал исполняющего обязанности губернатора Курской области, когда тот на чистоту начал прямо на камеру говорить, да у нас вообще ситуация ахвая, украинцы заняли уже там больше 450 квадратных километров в нашей территории, и Путин его тут же оборвал и сказал, это вообще не твое собачье дело, занимайся социальными обеспечениями населения, военные сами разберутся, сколько там квадратных километров забросили. И вот когда был этот малый совбез, где сидело пять человек, и где Герасимов в связи докладывал, он, грубо говоря, подставлял Гортникова. Он сказал, все, да, было такое дело, но вот там боевые части военных, все это дело разгромили, больше никого не осталось. И все над ним издевались, говорили, вот какой он дурак, какой-то врет Путин там и так далее. Моя версия заключалась в другом, что он просто Путину говорил публично на камеру, что все, военным там делать нечего. Значит, это территория Российской Федерации, это не территория СВО. Я к этому делу никакого отношения не имею, потому что я командую войсками в СВО и войной в СВО. А это вот Гортников там сидит, вот пусть он теперь разруливает. И губернатор местный. Вот это их подставили. И Путин объявил режим КТО, потому что ничего другого он объявить не мог в таких условиях. И назначил отвечать по принадлежности за КТО товарища Бортникова. А потом началась клока еще больше, и Путин освободил Бортникова и назначил Дюмина. И Дюмин не просто чекист, как вы сказали, а он хуже того, он, как это называется, он денщик. Это человек, который сапоги ему надевал, который ему... Постельничай, постельничай. Постельничай, денщик. И вот назначить денщика командовать всеми этими ребятами в Курской области, это, конечно, издевательство над Путиным, путинское издевательство над ними. Но, с другой стороны, в его ситуации он ничего другого сделать не мог. Почему он его еще назначил? Потому что это единственный человек, которому он доверяет. Это единственный человек, в присутствии которого Путин может повернуться спиной. Путин. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин